Пластилиновые хищники, бумажные травоядные. В Доме детского творчества «Солнечный» необычная выставка. Демонстрирует достижения народного творчества. Участвуют все жители Ленинского района, до 16 и старше. Школьница Яне Оглобленной 10 лет. Это уже седьмая ее выставка. Мастерит дымковские игрушки, которые на всех конкурсах занимают призовые места. Сначала все рисую, потом отдумываю, какой рисунок будет, все такое. Потом обдумываю, с кем будет, какие-то украшения будут. На создание глиняного шедевра уходит всего неделя. А вот резьба по дереву – процесс более длительный и трудоемкий. Самое главное – научиться сперва держать руку. От нее все зависит. Ну, вот резьба по дереву шиповник, моя работа самая лучшая вышла. Я ее вырезал полгода. Да, там очень много инструментов нужно и сил, и еще времени. Помимо традиционных ремесел, здесь есть и неожиданные экспонаты. Например, эти овощи полностью сделаны из бумаги, а корзина – из старых газет. Организаторы выставки уверены – подобные мероприятия способствуют развитию народного творчества. Наш конкурс имеет две отличительные особенности. Во-первых, мы значительно расширили номинации, которые предполагают знакомство с новейшими технологиями и направлениями в декоративно-прикладном творчестве и в изобразительном искусстве. А вторая отличительная особенность – то, что в нашем конкурсе принимают участие буквально все жители. Но большая часть экспонатов все же сделана детскими руками. Для юных художников и творцов эта выставка – первый шаг в мир взрослого искусства. Иногда ребенок даже сам не знает, на что он способен. И вот эта выставка, когда он начинает готовиться к ней, он именно раскрывается в этот момент. Я считаю, что это один из вариантов – пробудить талант. Пробуждению талантов способствует и конкуренция между участниками. Компетентные жюри по строгим критериям обещают выбрать самые лучшие работы. Зрители же отдают голоса, исходя из собственных вкусов. В результате у каждого начинающего творца появляются свои первые поклонники, что для юных талантов гораздо важнее любых призов и наград. Елена Шарова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.